всем привет вы на канале умные животные и это видео о том как у нас происходит каждый день так сказать видео одного дня как я ухаживаю за крошкой меняем водичку поддон и так далее так сказать такой туториал одного дня хочу вам показать где находится значит наша клетка где живет крошка живет у нас значит на свои собственные такой тумбочки в уголочке ему здесь очень хорошо никаких сквозняков как видите у меня тумбочка накрыта вот такой покрывалом чтобы как раз шелуха сюда падала собиралась она падает и вниз чтобы вы знали что пугает и большая ответственность это не только для смеха и так далее животное а что за ним и много мусора который нужно убирать крошка у нас уже покушал его накормила кормушку они и и выворачиваться вся шелуха падает вниз значит так что еще хочу показать значит поменяла я крошки жердочки вот кто подписан на мой инстаграм может уже знать я выставляла там фотографию новый шердочек как видите я поменяла решение мы решили попробовать на вот такие шурупы шурупы это у нас наш любимый домик который мы грязем живем в нем любим его так это здесь ему вешала веточки видите какие погрызанные подложка на выход из клетки посмотрите какая она уже погрызанная а в инстаграме выставляла фотографию какая она была красивая и в сообществах тоже в группе обязательно у нас клеточки есть сепия как мел но он любит больше сепию мел кстати использовал как разделочную доску для семечек может попугай так делать или нет здесь у нас водичка я уже показывала в одном видео где я использовала наружную кормушку под водичку но туда попугай ходит в общем делает свои дела скулит поэтому я использую теперь наружную чтобы только голову проснул и пил водичку водичку надо меня каждый день каждое утро мы это делаем здесь у меня значит чумиза стоит а здесь у меня всякие крошки не штучки еще одна кормушка кстати разбита а это корм нас вот корм надо хранить в сухой посуде я вот такой с под кофе держу это всякие штучки ветерашки крошкиных коколичек это наши любимые шишечки веревочки для всяких игрушек тут у нас еще есть глина белая тоже сыплю в корт или делала кстати тоже разные такие печенюшки тоже видео есть на кокосики разные игрушки это у нас здесь сухой подорожник это шприц на случай если кошка там отравился или что-то надо дать водичку в общем а это у нас тоже так это у нас значит жердочки нет этой клетки этот маленькой клетки что никак не сделаем тоже новые жердочки принадлежности так и тут вот напротив у нас кстати крошка не стенды и его тоже игрушка на веревочке шишка любимая на которой он любит висеть теперь начать будем убираться крошка вылетел на плечо сел убираем поддон я подстилаю бумажные полотенца бумажные полотенца надо можно использовать только без запаха вот эти одушками такой нельзя точно белый и это случае того если ваш попугай не грызет бумагу если грызет то нельзя использовать мой слава богу не грезет поэтому я бумажечки использую чтобы легче было убираться еще что я делаю как видите другой поддон тоже поэтому я беру салфеточки и высыпаю его в основной поддон кстати когда покупаете клетку все-таки берите чтобы был выдвижной поддон это очень спасает каждый раз снимать огромную клетка она тяжелая это сложно поэтому генеральную уборку можно делать где-то через каждые две недели это мыть вот эти все прутью клетку ну а так каждый день конечно просто такая парочка сейчас я это неудобно рукой с эти крышки не нравится когда я убираюсь его клетки это его дом он может даже проявлять агрессию поэтому это лучше делать когда попугай не клетки покупая нельзя оставлять тоже без присмотра у нас уже был один случай когда я оставила крошку без присмотра потому что убирала клетку и это получилось очень казусная ситуация об этом я когда-то на видео думаю если вам это интересно пишите в комментарии поэтому у нас одна неприятная ситуация жила до крошка тут у нас помогает поддерживает нас так что это я все убрала теперь возьмем паилочку чтобы поменять тоже водичку идем это все мыть смотрите что делает убираю значит что ты делаешь крошка помогать тоже закрыла значит отверстие чтобы он не вылетел но уже когда утром меняю водичку он берет вылетает из клетки садить на плечо и смотрит как я убираю это все но сейчас я шагу одну потому что мне неудобно и снимать и с крошкой ходить понесла это все выносить налила крошки свежую водичку ставим крошка кстати любит водичку пить когда покушает корм сразу это заметила только покушал сразу водичку водичку как я уже говорил она применять каждый день и хорошо ее мы просто вылить воду сполоснуть это нет потому что от воды образовывается какая-то такая слизь неприятная вот ее надо вымывать все поддон чистый значит стилю бумагу запаха обычная белая бумага как продается тоже в любом магазине и отдаем крошки его поддон красота стачки ребята можете писать комментариях задавать свои вопросы или возможно снять какую-то еще одну тему связанные с клеткой например если кому интересно могу снять такое видео о том как обрабатывать бушную клетку или клетку когда умер попугай тоже обязательно надо делать когда умирают попугай неизвестно от чего нужно правильно потом обработать для своего будущего попугая клетку я покупала тоже уже говорила не раз и других видео что у меня клетка бушная и когда я получила я ее обрабатывала могу снять об этом видео если вам интересно ну или другие вопросы задавайте не стесняйтесь сейчас еще дам крошки яблоком он их просто обожает вот такой кусочек яблоки у нас домашние я стараюсь давать крошки все домашние сейчас уже появилась травка можно давать теперь и зелень тоже могу снять видео о том какую зелень можно давать попугайчику у нас крошка уже выбрал своих фаворитов так что травку сион есть не ест только любимую кстати вот хотела показать коробочка лежала первый день же погрыз посмотрите кто это погрыз какой мощный клюв так что тоже знайте кто хочет тебе купить неразлучника не думаете что нить и миленькие розовенькие розовые щеки они еще очень большие вредители надо только за этим следить могу еще показать одно место но это возможно уже в другом видео покажу еще одно место просто ужас крошка и сегодня наверное еще даже дам ему рис запаренный это можно не запаривать рис сварить его рис не сейчас даже покажу вот это наш рис который мы кушаем а вот это рис крошки только крошки он у нас не шлифованный бурый только такой можно рис давать попугайчику одна стола ложка ему хватает поставила в общем вариться в общем и все пока что на сегодня все рис заварится дам еще ему рис кормить я его уже кормил разве что сейчас может веточку чумизы потому что чаще ему вечером даю сейчас на камеру дам крошка дам небольшую веточку много давать нельзя чумизы не очень на здоровье скажется так как я его уже кормила теперь кормежка будет только вечера хватит перекармливать тоже нельзя а чумизу он обожает просто онлайн лучше рис там рис он кстати обожает вот гречку не так гречку кстати нужно тоже давайте непростую вот эту жареную они жареную зелененькую вот такую речку можно давать попугаю он так не очень поэтому пока рис все всем спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось пишите комментарии снимать еще подобные видео пишите свои вопросы я люблю я просто обожаю отвечать на ваши вопросы мне нравится помогать если вам чем-то могу помочь на попугайчике крошка скажи всем пока всем пока не скажет занят рот